Несколько лайфхаков по бегу в сильный мороз. Первое, что вы должны знать, на такой мороз важно утеплить органы таза. Ни в коем случае не одевать летние носки. Часто задаваемый вопрос, надо ли одевать маску. Шапка должна быть теплой. У меня шапок миллиард, главное только их периодически складывать и понимать, где они все лежат. Самые красивые нету, одену самую старую. Сразу после бега, надо сразу зайти в помещение, сразу переодеться. Все, побежали. Дорогие друзья, настало время дать несколько лайфхаков по бегу в сильный мороз. Вот сейчас я буду выходить на улице минус 9, минус 7. Возможно, я буду начинать, когда будет минус 9, а закончу минус 11. Поэтому я сейчас расскажу о том, как надо одеться, для того, чтобы вам было ни холодно, ни жарко в такую погоду. Первое, что вы должны знать, на такой мороз важно утеплить органы таза. Для этого я просто обыкновенные треньки 3,25 поддеваю под обычные треньки теплые зимние, в которых я бегаю температуру нулевую. Это дает вам возможность сохранить тепло в органах таза, простата, пах и при этом не перегревать низ. Для тех, кто нас смотрит впервые или присоединился к каналу не так давно, расскажу, что это за датчик. Часы 935 Garmin и сейчас все современные часы имеют скан пульса прямо с руки. Но этот скан пульса чуть-чуть не точный. И для того, чтобы делать эффективно тренировки, вам необходимо иметь такой Underwear датчик, который позволяет сканировать сигналы вашего ЧСС абсолютно точно. Поэтому мы его в любом случае одеваем, делаем это в момент, когда вы раздеты. Что надо одевать сверху? На самом деле у каждого свой теплообмен и я рекомендую прислушиваться к себе. Но в данном случае я буду вам рекомендовать одеть не самый теплый верх, но и не самый холодный. То есть я одеваю на такую погоду два слоя или одеваю сверху жилетку спортивную, тут МСУшную или еще какую-то. Либо одеваю что-то чуть-чуть пропитанное с войлоком, такие сверх утепленные куртки-винстопера. В данном случае это термик, который был куплен лет 15 назад для езды на сноуборде. Вообще идеально, если у вас есть термобелье, там альпинистское, шерстяное, оно вообще идеально подходит. Тогда не надо заморачиваться с третьим слоем, тогда вы просто одеваете второй слой ветровку и используете только ее. Миф о носках хочу развеять следующим образом. Никаких специальных носков не надо. Не надо. Нужны обыкновенные носки, не короткие, не короткие. Я называю это не короткие. У меня есть какие-то неубиваемые совершенно носки Nike. Вот этим носкам, не знаю, лет 13, я их никак не могу сносить. И мои любимые носки, это носки фальки, которые просто идеальные для бега. Они имеют правую и левую ногу. Они сделаны таким образом, чтобы не натирать. Под самый главный момент носок должен быть хэбэшный. Не надо одевать шерстяные носки, не надо одевать какие-то толстые носки. И самый главный вопрос, чтобы ваш ахилл, ахилловое сухожилие, вот здесь место крепления к пяточному суставу, было защищено. Ни в коем случае не одевать летние носки. Это очень важно. Вот это вот очень важный момент. Потому что вы выходя на мороз, вы сразу подвергаете переохлаждению. Потом вы начинаете бежать, может быть чуть-чуть скользко, вы его надергаете и будет проблема. Теперь подбираем вот такие, чуть-чуть потеплее, чуть-чуть потеплее нижнее белье. На самом деле я его использую до минус 20 градусов. Вот в такой одежде я бегаю от минус 7 до минус 20. И только если уже мороз больше минус 20, я под него одену еще одно термобелье. Либо еще одну компрессионку. Важно, не надо одевать все, что у вас есть. У меня здесь сверху теплое. Я сейчас сверху одеваю такой плотный виндстоппер. Он и есть универсальный для велика и для бега. И в принципе, таким образом у меня верх готов к тому, чтобы я начинал бег. Итак, важный момент. Часы в данном случае, всего того, что у меня есть сейчас датчик, я перецепляю наверх рукава. Для того, чтобы видеть все, что происходит с моим организмом. В том числе пульс. И это крайне важно. В таком случае вот датчик, который на часах, он отключается, потому что его не видно. Часто задаваемый вопрос, надо ли одевать маску. Я подшлемник мотоциклетный одеваю при температуре больше, чем минус 20. Если вы немножечко опасаетесь того, что вы можете простудиться. Вот сейчас много таких штучек есть на шею. Можете вот так его одеть. Таким образом защитить свою шею. И при этом, если вам сильно будет холодно, вы так можете его чуть-чуть подтянуть, для того, чтобы сохранить обмерзание нижней части. Но я сознательно не бреюсь зимой, для того, чтобы у меня не было обветривания вот этой части подбородка. Все, что связано с низом возле рта, возле губ. Шапка. Шапка должна быть теплой. У меня шапок миллиард. Главное только их периодически складывать. И понимать, где они все лежат. Самое красивое нету. Одену самую старую. Выглядит она вот так. Еще один важный нюанс. Если вы бегаете, и на улице сильный ветер, вам желательно одевать очки. Причем, чтобы они были достаточно плотные, чтобы вам не надувало ветром в глаза. Но это на любителя. И если вам сильно долго надо бежать. Мне сейчас надо бежать час десять. Я побегу час десять практически по сухому. Поэтому я буду одевать стандартные кроссовки. Перчатки в данном случае я предпочитаю просто хэбэшные. Таким образом, кроссовки стандартные. Носки стандартные. Особое внимание уши закрыть. И если вам надо, закрыть горло. Важно. Сразу после бега надо сразу зайти в помещение. Сразу переодеться. Если у вас нет возможности зайти в помещение, вам надо переодеться. И потом делать растяжку. Налить себе стаканчик чая, который надо заблаговременно приготовить. Чай в термосе с медом, с лимоном. Это в любом случае вас защитит от состояния заболевания. Если вы чувствуете, что вы чуть-чуть передышали холодным воздухом. Возьмите с собой таблетку аспирина. И сразу после бега выпейте ее. Варианты кроссовок на такую погоду. Совсем стандарт, в которых я побегу. У меня сейчас любимые кроссовки это New Balance. Наверное, я побегу в них. Возможно, в этом Nike он немножко больше шероховатости. И дает больше зацеп по снегу. Если бы был снег мягкий, я бы побежал в этой хокке, которую я покупал для подъема на охос. У нее достаточно рельефная подошва для того, чтобы обеспечивать хорошую сцепку. Если бы было совсем легко, я бы одел вот этот Asics, который называется Asics Arctic. Сейчас ему на смену пришли новые кроссовки. У него здесь шипы, и он позволяет совсем бежать по льду. То есть в таких кроссовках можно бежать по любому покрытию. По любому, безусловно. Сверху они еще аж 2 закрыты. Но этим кроссовкам лет 6 или 7. И при этом они практически новые. Потому что такой зимы в нашей широте, я имею в виду Киев, Украину, практически не бывает, в которой требуют бега в таких кроссовках. Если вы будете бегать в них просто по полусухому асфальту, вы сотрете быстро шипы буквально за один кросс. И будете выглядеть, как какой-нибудь винницкий сельхозпроизводитель, который забыл поменять шипованную резину после окончания зимы и наступления лета. Поэтому я побегу вот в этом Nike. Все, побежали. Субтитры создавал DimaTorzok